Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск программы BookInform в студии Павел Белявский. Как всегда в субботу мы напомним о самых главных моментах недели ушедшей. Расскажем и о новых событиях, не менее важных и интересных, сегодня в выпуске. Модернизация сферы здравоохранения в действии. В Брестском областном онкологическом диспансере уже работает магнитно-резонансный томограф. А это сегодня один из ведущих методов лучевой диагностики. Дед Мороз дает добро на пропуск Нового года. Брестские стражи границы готовы исполнить наказ. Участие в церемонии приняли дети сотрудников органов пограничной службы и учащиеся патриотического класса средней школы номер 31 города Бреста. Благотворительная акция «Наши дети» продолжает свой марафон по стране. Сотрудники комитета судебных экспертиз подарили настоящую новогоднюю сказку для тех, кто в ней нуждается немного больше остальных, для детей-инвалидов Малорийского района. Обо всех этих событиях и не только о них мы расскажем вам прямо сейчас. Магнитно-резонансная томография – один из ведущих методов лучевой диагностики, который позволяет неинвазивно, то есть без оперативного вмешательства, получить максимально полную информацию о состоянии внутренних органов человека. В основе МРТ лежит феномен ядерно-магнитного резонанса, открытый в 1946 году физиками Феликсом Блохом и Эдвардом Перселом. Доработан он был профессором химии Полом Лотербуром, а Реймонд Домодьян стал создателем первого коммерческого МРТ-сканера. Принцип работы таких аппаратов основан на регистрации радиосигнала, который излучает ядра водорода, содержащиеся в тканях тела. Такие сканеры уже давно зарекомендовали себя на медицинском поприще и широко используются в мире. На Брещене только в текущем году было открыто два новых МРТ-кабинета – в Пинске и Барановичах. А совсем недавно в полную силу заработал еще один такой аппарат – в онкодиспансере города над Богом. Анастасия Срабко с подробностями. Около 27 миллиардов белорусских рублей. Рыночная цена «Чудо-машина» почти сразу с порога заставляет проникнуться к неуважениям. Однако, узнав о функциональных возможностях, понимаешь – аппарат стоит таких денег. Благодаря ему медики без единого надреза или любого другого оперативного вмешательства могут в режиме реального времени увидеть работу сердца, структуру головного мозга в 3D-изображении, а также обследовать органы и системы. Это отличный помощник врача, особенно в тяжелых случаях, когда трудно поставить диагноз. Что дает для нашей онкологии, я скажу сразу, что это кроме диагностических возможностей, это не конкурент к компьютерному томографу. Не конкурент. Это различные виды диагностики. Это лучевая диагностика, как бы вот это общая. Но совершенно различные возможности, и поэтому это как бы дополнение. Но это не только диагностический алгоритм, магнитно-резонансный томограф в отдельных ситуациях применяется и как, ну скажем, алгоритм при проведении лечения, в частности, лучевой терапии. Для того, чтобы аппарат исправно работал, помимо основного специального помещения, где и находится так называемый большой магнит, есть специальная комната для обработки данных, и, что самое удивительное, отдельные квадратные метры, где расположены устройства, поддерживающие круглосуточную работу. МРТ-аппарат не выключается 24 часа в сутки, 7 дней в неделю с самого момента запуска, не переставая работать даже в те часы, когда приема пациентов нет. В связи с тем, что температуру поддерживать, нагревать его, охлаждать очень тяжело, поэтому магнитно-резонансный томограф при включении, при запуске его до капитального ремонта больше не выключается. Для того, чтобы… Он работает от 220 вольт. На случай, если пропадет напряжение, в нас имеются бесперебойники, аппаратура бесперебойного питания. Если уже, не дай бог, случилось, что это три, этот, то в третий мы просто переходим на охлаждение проточной водой. То есть вот три степени резервирования. Сегодня простоев у аппарата не бывает. Во-первых, количество человек, которые могут пройти обследование в смену, ограничено временем, необходимым для процедуры. В среднем на полную диагностику уходит около часа. Во-вторых, далеко не все пациенты направляются в МРТ-кабинет доктором, пользуясь возможностью платного обследования. Как говорят врачи, такая самодеятельность не вредит, но и пользу вряд ли способна принести. Чтобы получить результат, нужно точно знать, что и где искать. МРТ, в отличие от того же компьютерного томографа, не являясь его конкурентом, требует достаточно осознанного подхода. Просто выполнить исследование, чтобы посмотреть, это как-то примерно, как нарезать колбасу хирургическим скальпелем. И колбаса нарежется плохо, и скальпель потом для операции непригоден. То есть тут надо очень четко осознавать, что ты хочешь от исследования, зачем оно выполняется, и какое влияние оно окажет на лечение. Тогда цены этого аппарата нет. Анастасия Остробко, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Совсем скоро, через пять дней, мы с почестями проводим Старый год, и начнется триумфальное шествие молодого. В ночь с 31 декабря на 1 января он прошагает по всей планете от Новой Зеландии до Южной Америки. И на протяжении всего волшебного шествия ему придется пересечь не одну государственную границу. Чтобы все прошло гладко и 2014-й сменился 2015-м вовремя, пропускать сказочного героя через кордоны будут пограничники. И, конечно, по упрощенному режиму. Корреспонденты всех телеканалов Беларуси убедились, что брестские стражи границы готовы к встрече. Но главное, они получили одобрение на пропуск Нового года от главного волшебника Беларуси Деда Мороза. Вот вам мой наказ. Столько стоять на рубежах Беларуси, зорко охранять мир и покой ее народа, быть доблестным воинством державы. В новогоднюю ночь беспрепятственно пропустить через государственную границу Новый 2015 год. Есть выполнить наказ Дедушки Мороза. В новогоднюю ночь беспрепятственно пропустить Новый 2015 год. Пограничный наряд направо. На охрану государственной границы Республики Беларусь. Шагом марш! Все по-военному четко и строго. Есть приказ, его нужно исполнять. А это значит, Новый 2015 год пройдет все кордоны Беларусской границы беспрепятственно. На это неудивительно, ведь главный волшебник Беларуси не просто сказочный герой, он тоже пограничник. В этом седовласый старец признался сам. Нужно не забывать о том, что Дедушка Мороз тоже пограничник. И в году мы празднуем два дня пограничника. 28 мая традиционный праздник военнослужащих и 31 декабря. Если кто не знает, вспоминайте строки великого поэта «Мороз воевода дозором». Так что я в новогоднюю полночь тоже дозором на государственную границу выступаю. И стараюсь обеспечить проход Нового года с Востока на Запад. В ежегодные акции, которые организует пограничное ведомство «Синекая», принимают участие очень много мальчишек и девчонок. И самое главное, что в этом году приглашенными на такое сказочное мероприятие стали будущие пограничники, которые сегодня являются учащимися кадетского класса Брестской школы номер 31. Ну и, конечно, ребята, родители которых служат в погранведомстве. Почетным гостем стал и главный пограничник страны Леонид Мальцев, председатель пограничного комитета Беларуси. Государственный пограничный комитет организовал, как вы видите, здесь, в Беловецкой путье, для детей и не только тех, кто присутствовали, для всех детей, церемонию пропуска через государственную границу Нового года. Вы слышали пожелание, чтобы с Новым годом все новое, счастье, смех, здоровье, были пропущены через границу, а все плохое не было пропущено. Пограничники выполнят наказ Деда Мороза и в следующем году, 15-й год, я надеюсь, для нас, для нашего народа, будет счастливым, удачным и еще лучшим. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович и Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Скоро Новый год. И кажется, что никто и ничто не в силах оморочить ни предпраздничное настроение, ни саму новогоднюю ночь. Однако сотрудники МЧС так не считают. Более того, и хозяин торжества Дед Мороз того же мнения. Речь идет о веселых канонадах и фейерверках, которые могут превратить долгожданный праздник в настоящий кошмар. В рамках республиканской акции «Безопасный Новый год» наша съемочная группа отправилась в резиденцию сказочного белобородого старца. Дед Мороз, постукивая волшебным посохом, вместе со спасателями рассказал нашей съемочной группе и своим юным гостям, как встретить Новый год в безопасных условиях. Прислушалась к советам авторитетного сказочника и наш корреспондент Виктория Драгобецкая. Шальная ракета, новогодний салют, елка и самая настоящая Баба-Яга. Такая сомнительная компания встретила маленьких посетителей у входа в резиденцию Деда Мороза. Оказывается, волшебное поместье заколдовано, и вся надежда оставалась на детей и их знания о правилах пожарной безопасности. В этом ребята помогал никто иной, как дух осторожности. Справедливости ради стоит отметить, что мальчишки и девчонки, несмотря на свой юный возраст, неплохо справлялись со своей архиважной задачей. То, что брать в руки можно, это да. То, что брать в руки нельзя, это нет. Спички. Игрушки. Газовая плита. Пластилин. Хорошо. Петарды. Вот молодцы. Юные волшебники не каждый день расколдовывают поместье Деда Мороза. А все потому, что им очень хочется, чтобы новогодний праздник стал ярким и неповторимым. И в этом особую роль играют фейерверки и хлопушки, создающие атмосферу торжества и радости. Однако сотрудники областного управления МЧС напомнили ребятам, что ничто не должно омрачить новогоднюю ночь. Ведь для этого необходимо всего ничего – соблюдать правила пожарной безопасности. В преддверии такого великого праздника мы работаем среди населения, трудовых коллективов. Напоминаем, предупреждаем, разъясняем и убеждаем, что необходимо сделать, чтобы максимально минимизировать негативные последствия вот таких происшествий. Мы всегда говорим, что надо, чтобы в каждой семье был журнал «Юный спасатель», чтобы наши детки изучали на основе материала этого журнала основы безопасности жизнедеятельности и, конечно, внедряли их в жизнь. После того, как ребята прошли все три пункта безопасности, между ними и вредной компанией, было подписано коллективное обязательство о соблюдении правил пожарной безопасности. После подписания этот документ приобрел особенную силу и расхолдовал сказочное поместье, а заодно и Дедушку Мороза. Встречи с ним девчонки и мальчишки ждали не один месяц, а кто-то и вовсе в волшебную резиденцию приехал впервые. Каждый из них верит в чудо и в то, что Дедушка Мороз исполнит любое их желание. Ведь для ребят он и волшебник, и авторитет, поэтому его словом дети верят безоговорочно. Почему Дед Мороз? Потому что и мы, взрослые дети, верим в Деда Мороза, верим в эти хорошие сказки, в эти добрые слова, в эти добрые напутствия. Поэтому и пусть Дед Мороз тоже поучаствует в этой акции. Акция очень необходима, поскольку это элемент безопасности. Я деткам пожелаю, чтобы они были очень внимательны в эти дни, чтобы не забывали о том, что радость не должна ничем быть омрачена. Поэтому пусть будут внимательны с петардами и безврослые, чтобы и близко не подходили к этим игрушкам, бенгальские огни и так далее. И еще раз, взрослые, надо, чтобы постоянно помнили 24 часа в сутки об этом, что безопасность детей полностью зависит от взрослых, от родителей, от бабушек и дедушек. Бабушки и дедушки, смотрите, чтобы было все в порядке, иначе посох меня в руках тяжелый. Кстати, спасатели позаботились и о безопасности седовласого хозяина поместья. После того, как волшебник поблагодарил ребят за освобождение своего дома, сотрудники МЧС вручили дедушке огнетушитель. По словам пожарных, этот атрибут огнеборцев будет совсем не лишним в его деревянном доме с печью, которую он топит ароматными дровами. Теперь можно быть спокойным. Новый год в безопасности. Виктория Драгобецкая, Виктор Халявка, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Но не только вышеназванными событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Мимо наших корреспондентов не прошли и другие. Напомню об основных. Уже не первый год в Беларуси работает специальная программа Национального банка, в рамках которой проводится обучение подрастающего поколения, а замэкономического дела. Кстати, инициатором проекта стала Брестская, главное управление Национального банка Республики Беларусь по Брестской области. Но соревновательный дух практически всегда повышает эффективность работы. Именно поэтому, помимо различных рода обучающих мероприятий, в рамках проекта была разработана и специальная программа состязаний – Олимпиада по финансовой грамотности, которая проходит в три этапа. Областной тур определил представителей Брещины, которые отправились на республиканские старты. Итоги превзошли все ожидания. Первое и третье места пьедестала – почета первой в стране Олимпиады по финансовой грамотности – были завоеваны представителями Брещины – Дмитрием Уснарским и Марией Вольской. Памятные подарки самым подкованным юным банкирам вручили накануне новогодних праздников. Я считаю, что эта Олимпиада очень полезная и очень важная. Ведь каждый может узнать что-то новое, и эти знания обязательно пригодятся в жизни. То есть это не что-то такое, что никогда ты не будешь использовать, а это то, с чем мы сталкиваемся каждый день, с финансовыми услугами, поэтому участие в этой Олимпиаде не будет лишним. В преддверии новогодних и рождественских праздников сотрудники территориального центра социального обслуживания населения Московского района города над Бугом вместе с любимыми новогодними персонажами Дедом Морозом и Снегурочкой отправились в небольшое путешествие на встречу с юными подопечными учреждения, которым хозяева торжества вручили подарки. В рамках акции «Чудеса под Новый год» вместе с новогодними героями, а также представителями районного комитета БРСМ они поздравили деток с особенностями развития. Акция только стартовала. Впереди у дружного коллектива еще большое количество предпраздничных визитов. Ведь Новый год – это торжество любви и тепла, в котором такие дети нуждаются, как никто другой. Новый информационный проект «Мама лучше» получил старт накануне в областном центре. Организатор форума – не один год функционирующая в городе над Бугом Брестская группа поддержки грудного вскармливания, члены которой ведут активную разъяснительную работу с целью донести до родителей информацию о пользе грудного вскармливания, а также помочь молодым мамам наладить этот процесс. Проект «Мама лучше» будет работать на протяжении 8 месяцев 2015 года – с января по август. В программе – интерактивные беседы, специальные акции, отработка практических навыков, консультации и общение со специалистами по лактации. И, что самое важное, проходят мероприятия в непринужденной дружеской обстановке. Это помогает молодым мамам почувствовать себя увереннее и не бояться задать интересующие вопросы. Цель нашего проекта и наших всех занятий – это информирование молодых родителей, членов их семей о важности, о пользе грудного вскармливания, о том, что, в принципе, достаточно это просто, то, что кормить могут все желающие, ну, лишить уверенность и привить необходимые такой навыки. В областном краеведческом музее открылась выставка «Здравствуй, Новый год». Вернисаж пришелся по душе как взрослым, так и детям. И это неудивительно. Атрибуты праздника, собранные любителями – елочные игрушки, сувениры времен 30-х годов и до современности. Кого-то заставили вспомнить свое детство, а творческие работы людей, которые самостоятельно сделали предметы новогодней тематики, приятно удивили своей креативностью и разнообразием. Подобная выставка организовывается в Краеведческом музее четвертый год и, как всегда, привлекает огромное количество участников и гостей. Этот год не стал исключением, ведь все мы, независимо от возраста, очень ждем наступления нового года. Вы смотрите итоговую программу BookInform. Продолжаем разговор об интересном, актуальном и важном. Книга по праву занимает важное место в жизни человека. Это источник знаний и мудрости, передаваемых из поколения в поколение. На Руси письменность появилась в X веке вместе с распространением христианства. Поэтому первыми для славян стали духовные книги. Сегодня в Брестской областной библиотеке уже собран богатый фонд редких книг, а на днях он пополнился еще одной жемчужиной – факсимильным изданием Туровского Евангелия. Подробности в материале Евгений Мороз. Туровское Евангелие – это самый древний памятник восточнославянской письменности XI века, дошедший до наших дней. Оно было найдено в 1865 году в Турове, и сегодня хранится в библиотеке Академии наук в Вильнюсе. Несмотря на то, что западные соседи не спешат передавать книгу на ее исконную родину, у белорусов появилась уникальная возможность познакомиться с увлекательным манускриптом. Это стало возможным благодаря факсимильному переизданию рукописи, которое было напечатано по инициативе Национальной библиотеки Беларуси в рамках долгосрочного проекта по воссозданию белорусских памятников письменности и ознакомлению с ними широкой общественности. 23 декабря в Брестской областной библиотеке состоялась презентация книги. Вельми символично, что мы на первые дни новогодних и калядных святых, Евангелие все-таки церковный помник, проводим мероприемство у Бресте. Мы плановали долго вельми это мероприемство, и лечим его в одном с основным. На презентации присутствовали представители руководства области, православное духовенство, работники культуры и образования, а также студенты. Стоит отметить, что книга была выпущена тиражом 500 экземпляров с использованием современных технологий. Помимо этого, в издании представлены научные комментарии. По одной уникальной книге в рамках мероприятия было передано Брестскому, Бараническому и Полескому университетам, а также библиотекам. Счастливым обладателем фоксимильного издания Туровского Евангелия стала и Брестская областная библиотека имени Горького. К слову, в Горьковке уже собрано около тысячи редких изданий, и они пользуются большим интересом у читателей. Туровское Евангелие займет свое достойное место среди этих книг, и читателям появится возможность увидеть страницы, содержащие уникальные записи, две из которых сделаны в 16-м столетии от имени князья Строжских. Безусловно, значимо как источник для изучения, в первую очередь для краеведов, для историков, для преподавателей, для студентов, старшеклассников, я бы сказала. А кроме того, это еще и символ. Я считаю, что такая книга, она символична абсолютно, потому что это считается первым источником нашей белорусскости, если хотите. И, как вы слышали сегодня на мероприятии, люди говорили, что если у нас есть такая книга, то мы абсолютно самооценены. Мы, как нация, значимы. Благодаря проекту по воссозданию белорусских памятников письменности, в 2012 году уже был издан Виленский букварь 1767 года, самый ранний из сохранившихся белорусских букварей. В дальнейшем предполагается продолжить реализацию подобных проектов и выпустить факсимильные копии других уникальных памятников книжной культуры. Мы стоим на порогу великого юбилея, юбилея 500-годового юбилея белорусского книга «Друкованне». В 1517 году, скорее, на «Друкового» первую книгу, и, литерально, про пару годов этот юбилей отзначим. Тут уже запланованы целый комплекс мероприемств, связанных с, скажем так, святкованием на международном уровне этого юбилея, вот, с оправдой европейского уже уровня дата, а может, и сусветного. Тому, фактически, завершение вот этого проекта по факсимильным узнавлению у сёй книжной спадщины с корыны и пражских выданий у Виленских – это наиперший ориентир. Евгения Мороз, Дмитрий Хрусь, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Благотворительная акция «Наши дети», которая проводится по инициативе главы государства, продолжает свой марафон по стране. Ведь новогодняя пора – время настоящих чудес. Каждый из нас загадывает свои сокровенные желания и верит в их исполнение. Все мы надеемся на какое-то волшебное стечение обстоятельств, которые помогут мечтам и надеждам стать реальностью. И это правильно. Очень часто именно вера в мечту – главное условие ее осуществления. Однако иногда случается так, что исполнение желаний кого-то из окружающих, пусть даже не самых сокровенных, но от того не менее значимых, зависит от нас самих. Не нужно ни магии, ни волшебства, ни таинственности праздничных дней. Так, уже не первый год сотрудники Комитета судебных экспертиз стараются создать настоящую новогоднюю сказку для тех, кто в ней нуждается, пожалуй, немного больше остальных. Для детей-инвалидов, проживающих в Малорицком районе. Добрые традиции должны иметь продолжение. Вероятно, именно так решили сотрудники Комитета судебных экспертиз по Брестской области, в очередной раз собирая игрушки и сладкие подарки для своих маленьких друзей из деревни Ланская Малорицкого района. Мальчики и девочки, которые борются с тяжелыми заболеваниями, как никто другой, нуждаются в настоящей новогодней сказке. И эксперты Госкомитета уже не первый год создают ее для ребят. У нас сразу возникла идея, особенно в предпраздничные дни, подарить радость детям. Многим подарить мы не можем, но хотя бы некоторым из них мы обязаны это сделать. Поэтому и руководство управления, и сотрудники, и работники очень живо откликнулись на данную акцию. Если в этот день мы подарим им хоть немножечко счастья, на их лицах будут улыбки, то все наши сотрудники и работники будут очень рады этому. Благотворительная акция пока не имеет солидного стажа. Это только второй новогодний проект в истории госструктуры. Однако в том, что данная инициатива будет продолжена, сомневаться не приходится. Улыбки на лицах мальчиков и девочек лучшее тому подтверждение. А положительные эмоции, и в этом уверен каждый доктор, помогают бороться с болезнью. В преддверии Нового года нам вновь позвонили, я назову же теперь их нашими спонсорами, представители Брестского комитета, экспертиз, и предложили вновь свою помощь. Мы ее приняли с благодарностью. Мы вновь пригласили детей инвалидов и позвонили представителям Брестского очесушильного комбината, которые откликнулись с радостью на наше предложение. К нам присоединился председатель сельского совета, Олтушского. Все приехали с подарками, с поздравлениями. То мероприятие, которое мы провели сегодня, вызвало и улыбку у детей. Вы видели, какая была радость. Я думаю, что это не на один день. Подарки в преддверии Нового года – это неоценимая помощь для семей, в которых воспитываются дети-инвалиды. Их лечение и реабилитация требуют немалых материальных затрат, а потому семьи всегда благодарны и признательны за любую помощь, которая уже была и которая еще будет оказана. Тем более, что в рамках подобных акций важны не только и не столько сами подарки, сувениры или сладости. На мероприятии всегда царит удивительная атмосфера тепла и добра, которая, как известно, лучше любого лекарства. Вы смотрели итоговую программу BookInform. И это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале БукТВ работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу BookInform в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте booktv.by. Познавательные, важные и актуальные темы, просмотры заинтересовавших вас сюжетов – все это вы найдете на сайте нашей телекомпании booktv.by. Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Хороших вам выходных дней, с добрыми новостями и до встречи в эфире. В Беларусь пришла настоящая зима. Сохранится ее господство и в ближайшие дни. На Брещене погоду определяют холодные воздушные массы, поступающие с севера Европы. Ожидается переменная облачность. По региону пройдут обильные снегопады. Ветер неустойчивый, слабый. Восточного направления. Температура воздуха в ночные часы составит минус 3,5 градусов. Днем синоптики прогнозируют 2,4 градуса ниже нуля. В понедельник, 29 декабря. В погоде на территории Брестской области мало что изменится. Будет преобладать пасмурная погода. В течение суток выпадет снег. Ветер умеренный северного направления. 7,9 градусов температурный фон ночи. До 7 со знаком минус опустится столбик термометров в течение дня. Следует быть осторожными на дорогах гололедица.